Как случилось? Пожелом, что печет, пишет. Ну а как лечат вас, нормально здесь? Нормально. Антураж вокруг больных далек от совершенства. Лечится в условиях капитального ремонта. Ни разу ничего не делал, я говорю, стены, наружки, на кирпичи делались. Это помещение в пятой больнице сейчас не напоминает физиотерапевтическое отделение, которым станет в будущем. Ремонт затянут, выполнена лишь пятая часть от запланированного. У подрядчика не хватает рабочих. Хотя главное, считает Олег Грищенко, это качество. К нему здесь претензий нет. Это неправильно сделать. Вот это надолго. Вот это надолго. И трубопроводы хорошие, и сами батареи очень хорошие. Не так, как вот эти радиаторы старинные, какие-то исторические. Вот это хороший подход. Вот так правильно делают. В третьей поликлинике подход другой. Устаревшие материалы и технологии. Рабочие даже не выровняли стены. От новой яркой краски неровности стали только заметнее. По санфину должен обрабатываться и мыться. Ну, если он должен обрабатываться и мыться, значит, тогда нужно какой-то другой материал. Потому что, вы посмотрите, какие стены там неровные. И цветы вот такой специальный салют как-то для себя выбрать. Почему такой? Нет? Мне кажется, все-таки согласован в лечебных заведениях даже не как-то цветовый. Клавврач, считает Олег Грищенко, должен был жестко контролировать работу подрядчиков и тщательно составлять техзадания, а не пускать ремонт на самотек. Таких руководителей нужно проверять на профпригодность. И, возможно, увольнять. В этом обращении ремонт сделан уже? Здесь, да, мы только первый день начали в детстве. Вчера вечером закончили. Ну, я вот, судя по тому, что здесь сделано, вижу, что большие претензии, вот лично у меня. Это вообще? Я небольшой специалист в этой области, строительный, но вижу, что непрофессионально сделан ремонт. Я сразу могу сказать, вот такой ремонт нам не нужен. В 11-й поликлинике прием больных пока приостановлен. Отштукатурить и покрасить стены, заменить потолок, постелить новые полы. Работы еще много, ведь большинство поликлиник города не ремонтировались десятилетиями. Потолок здесь был, как с 88-го года. Он действительно очень нехорошего качества был. Его поддерживали собственными силами. Сегодня осуществляется его замена на современные потолки. На свещение будет здесь? Здесь будет встроенные светильники. Мы имеем нарушение сроков по ряду объектов и серьезные претензии по качеству. Независимые эксперты после этого будут в арбитражном порядке решаться вопрос оплаты. Недоделки подрядчик исправит за свой счет и денег за плохую работу не получит. Вот только пациенты все равно пострадают. Ремонт затянется надолго. Подрядная организация сделала некачественные работы. Нас это не устраивает, мы работы не приняли. Начинаем судиться, правильно? Вы мне скажите самому лечебному учреждению и пациентам, и горожанам, которые будут приходить в это лечебное учреждение, им от этого лучше станет? Наверное, нет. Сроки и качество – общие проблемы ремонта медучреждений. Чтобы выиграть конкурс на проведение работ, фирмы часто занижают цену, а потом экономят на материалах и рабочих. Нужны изменения в законодательстве, чтобы выигрывать могли подрядчики, которые гонятся не за низкой ценой, а за качеством. Понимание этой проблемы уже есть и на федеральном уровне.